всем привет новый день утро среда по моему насколько я помню ну и пришло время покопаться в опавшей листве в поисках грибов и сейчас первую находку я вам покажу давайте-ка вот эту веточку так вот отодвинем и вот он гляньте такой вот первый масленок на сегодняшний день довольно прохладно сегодня прям посмотрите какой красавец подлиже подведу что-то камера плохо фокусируется еще такая полутьма недавно расцвело только но ничего грибы вот они пошли посмотрите какой красавец но класс все начало положено давайте-ка найдем побольше таких красавцев вот куча каких-то накиданных веток наломанных и вот здесь вот рядом с непонятным грибом я нашел еще маслята давайте-ка покажу вам этот непонятный вот так вот он выглядит не знаю что такое как он называется вообще съедобный несъедобный но братья его точно не буду не знаю что это а вот тут растет то что я знаю то что нам надо посмотрите два таких прям удобоваримых масленка не очень крупных но зато они молодые прям кондиционные самые вот такие вот на улице прям полутьма такая даже камера плохо фокусируется но ничего сейчас утро скоро солнце появится и должны потеплеть давайте искать дальше так заметил группу маслят подходим к ним вот здесь прям в этом кустарнике под листьями еле-еле заметно и вот такие вот так класс один из раскрывшийся шляпка другой еще должен быть совсем молоденьким хотя он и высокий гляньте вообще не раскрывшийся классный этот уже должен быть раскрывшийся да он уже постоял но все равно он молоденький вот такие вот не какие два едва вот еще один такой покрупнее прям вообще еле заметный посмотрите какая шляпка вот так вот это я понимаю тоже уже не совсем молодой но гляньте он светленький вообще класс приблизительно он среднего возраста еще и паршивить даже не стал вот такие вот три штуки да дело пошло вот это я понимаю класс такие крупные прямо джимания из трех штук все дальше идем вот упавшая какое-то дерево вот тут похоже на веник и вот тут в кустах я нашел масленок вот еще несколько по дороге собрал и снимал они поодиночке так попадались там снимать было не очень интересно но здесь он такой довольно большой попался положим эти все остальные здесь и гляньте они все идут такими вообще очень светлыми шляпками не знаю чем это связано ну вот это именно в кустарниках такие попадаются вот такой вот один еще дополнение к этим так наверняка тут еще что-то будет да есть но он не очень большой вот вдалеке видите и походу он уже раздавлены да он раздавлены и кем-то съеденный изнутри наверно улитка или еще чем-то оставим его ножка вот торчит ну он нам не интересен вот такая вот жменька мне попалась вернее она не в одном месте попалась я ходил туда-сюда они поодиночке попадались но тоже неплохо гляньте какие кабанчики прям отлично все не задерживались идем дальше вот впереди какой-то песчаный горбик похож на муравейник бывший и около него я нашел довольно здоровый такой масленок посмотрите вот так вот сверху выглядит солнце уже начало пробиваться прям светит класс вот так вот вот такой вот хороший прям здоровый так хорошо так отошел вообще классный анти светленький то отлично это прям на жареха классный масленок все так с муравейник оставляем в покое но муравьев тут не видно скорее всего это бывший муравейник ну все топаем дальше и всем грибы сегодня грибы попадаются в большинстве своем поодиночке вот и очередное подтверждение посмотрите вот такой вот прям красавчик здоровый такой видимо предыдущие дни грибники выбрали все поляны и поодиночке они начинают расти то там то здесь и сам я в предыдущие разы собирал группами целыми а сейчас остались только поодиночке они так вот прорастают на старых грибницах походу но это тоже неплохо если они вот такие вот будут прорастать по одной штучке то глядишь там 10-20 точек и пакет на собирается ну вы посмотрите красавец какой это вам прям если на руку положить прям на белый смахивает даже чуть-чуть но к сожалению это не белый масленок что тоже принципе неплохо все топа и дальше вот здоровая сосна такая и вот здесь вот справа вот прямо где солнце освещают вот здесь есть такой бугорок но ускорить ветки очень трудно пробраться прям невозможно надо как-то это обойти все дело давайте к пробираться какие-то еще спиленые не знаю кто и вот как-то туда добираться потому что бугорок очень такой приметный и скорее всего там что нам нужно ну-ка шапка уже с головы слезет где он вот этот бугорок на эту ветку уберем и вот да это масленок причем хороший такой посмотрите вот такой вот ух какой вообще ножка какая длинная посмотрите класс не зря продирался для вас такие заросли очень трудно попасть ну-ка давайте-ка еще посмотрим что у нас тут под иголками а вижу что есть давайте посмотрим а ну-ка но это не масленок это уже это рядовка которая нам не нужна скорее всего она вся червила да видите есть черви прогнившие чуть-чуть ну оставим масленок заберем все хорошие находочки то а вот еще один посмотрите вот он стоило только залезть и сразу поперли и еще третий уже вижу давайте-ка этот выкрутим папа до масленочек такой вот и 2 и вот он 3 самый наверно могут идти не за 3 троицы вот так вот он выглядит надо пробираться в такие заросли потому что другие грибники видимо сюда не залазят грибы остаются вот три штучки вот такие вот красавцы прям посмотрите это класс одно дерево 3 гриба ну всего с этой точкой вроде бы как все осмотрелся уже по сторонам и больше вроде как ничего не вижу все идем дальше вылазим только отсюда вот еще одиночный стоит вот здесь в траве и кучи веток сейчас к нему подойдем заберем любят они сегодня по одиночке попадаться вот такой вот красавчик есть отлично вот это я понимаю больше в этих веток ветках ничего не нашел облазил уже вдоль и поперек ничего идем дальше копаюсь вот тут в траве и посмотрите до чего докопался вот как их можно отличить вот листик и вот сама шляпка гриба гляньте цвет одинаковый прям и вот прям копайся копайся и пока вот не наткнешься рукой на него не так не найдешь его так срежем ну-ка да ну чистый конечно я уже я не встречал маслят в конце октября чтобы они были червивые гляньте вот еще один забираем вот это я местечко нашел небольшая такая пачечка здесь грибов есть вот таких два ну-ка вот еще один поменьше правда опа и вот так достанем он сломался ножка сломалась какая-то хрупкая была но ничего он в принципе не червивый хороший вот три штучки так продолжаем мазать землю ох вот прям наткнулся гляньте этот уже шляпка такая разноцветная белых так зря его вырвал надо было просто срезать и много ничего на это место прикопаем скорее всего еще что-то здесь и вырастет потом берем и вот такие вот четверо штучек посмотрите прям неплохо я так накопал рукой давайте-ка продолжим осматривать это место но я пока на вскидку так ничего не вижу как найдете здесь стою оглядываясь вот в этой траве я пытаюсь что-то высмотреть и да все таки зрение не подвело вот тут вот два таких классных масленка стоит давайте покажу вот так вот да вас тут надо иметь орлины чтобы это все замечать так опана уйти вот все крепкие земля какая плотная просто не знаю как они тут прорастают эти грибы вот такие вот два штучки класс посмотрим их со всех сторон вообще отличная все так смотрим дальше посмотрите вот вперед вот сюда это уже даже не трава это просто сена тут все навал целый и подни попробуй что заметить вот этот бугорок видите вот так он весь покрытая этим сеном а ну давайте-ка его разрезал и кто мог подумать целый масленок неудивительно конечно вот такой вот он и уже он в средненький такой даже не молодой то есть тут грибники ходили и пропустили его но мы заметили это хорошо берем и идем дальше отошел и чуть-чуть в сторонку от предыдущего сеновала и вот в этом кустарнике такой же сеновал и такой же гриб под ним стоит вот он предыдущий кстати ножку обрезал вот так вот он выглядит и вот гляньте что здесь еще спрятано очень хорошо они здесь замаскированы предыдущие грибники их просто не увидели а нам это ведь раз на руку больше мы соберем вот такие вот два прям шляпа здоровая уже они не молодые и стоят здесь уже несколько дней всех пропускают вот так вот это выглядит прям отлично все с этим местом покончили потому что я уже осмотрел вокруг и вроде как ничего не заметил идем дальше вот интересное местечко на котором как обычно ничего не видно но если мы присмотримся и раскопаем немножко то вот он прям белый белый шляпы масленок опана вот такой вообще закупоренный вес со всех сторон вот это я понимаю отлично но видно то его не было вообще так спрашиваю дальше если что-то найду включусь вот здесь вот в траве под ветками нашел один вот у меня в руке один такой полураздавленный только что нашел не снимая и вот тут вот такой вот хороший теперь с мокрой шляпкой такой о класс тут какой-то еще маленький выдернулся ну заберем его он уже выдернулся и это еще не все там я заметил чуть дальше еще один давайте-ка потопаем вот вдоль этих всех маленьких сосенок вижу вот вот еще один об она тоже хорошо от земли прям отходит отлично вот такое вот небольшая жменька посмотрите на солнце вообще очень плохо видно солнце когда с камерой не очень дружит но ничего кое-что она видно и давайте-ка продолжать так так это что у нас да это то что нам нужно вот так вот она выглядит так один вот я нашел только что и вот после него 2 вот такой вот поменьше чуть-чуть ну они как раз два таких два сапога пара вот так вот она выглядит посмотрите отлично идут понемножку и пакетик наполняется поэтому надо набирать пока они из рябнику сегодня навалом поэтому обобрали наверно тут все кусты и все леса но ничего и нам кое-что перепадает идем дальше еще один одинокий воин нашлись а вот такой вот посмотрите да под травой ну-ка выламывается выкрутим выкрутим закроем и посмотрим на него ну отличнейший масленок ну-ка срежем вот этот вот самый низ ножки посмотрим что он из себя представляет ну отличный как и ожидалось не червивые чистенький беленький свеженький масленок т.к. идем а вот если вы посмотрите вот это что такое какой-то бугорок ну-ка ну-ка да куда же вы денетесь вот он красавчик этот еще помоложе прям идеальный вот такие вот два класс солнце уже вовсю светит уже теплее так хорошо прям жарко становится так с не останавливаемся на этом идем дальше вы только посмотрите на этих красавцев вот здесь вот они находятся давайте поближе подойдем вот это я понимаю прям коричневые такие отличные сколько их тут два только до вот это да это прям хорошие хорошие ну-ка срезали раз вот такую вот посмотрите какие они вообще классные толстоногие беленькие свеженькие опа срезал два штуки прям на солнце они вы посмотрите ну прям класс так прикроем ножки так и два штуки только было где-то рядом и ничего не вижу давайте-ка смотреть дальше так ну что набегался я сегодня вдоволь гляньте вот листья уже все желтые скоро посыпятся уже но сейчас не об этом давайте-ка посмотрим результат сегодняшней грибалки а он в принципе неплохой правда грибы шли в основном по 12 штуки то есть в основном единичными экземплярами пришлось набегать так сказать нехилый такой километра чтобы набрать мало-мальский такой удобоваримый результат ну вот посмотрите я не знаю больше килограмма сколько у меня весов с собой нету взвесить видите уже попадаются такие уже на грани перезревания то есть первая волна как бы прошла и это уже основные грибы уже собраны другими грибниками но и мной в предыдущие дни тоже а теперь на предыдущий грибница вот самый старый попался такой вообще видите шляпа и он и на самого начала никто не замечал и вот так вот он и перезрел практически но я его возьму пригодится и на старых грибницах они по одному по два штуки прорастать продолжают и вот так сказать неплохое сказал результат на сковородочку тут точно хватит не знаю как будут идти дальше и обязательно через несколько дней я приеду опять проверю а вдруг пойдут они дальше сейчас они так пятнами растут в лесу вот где были допустим неделю назад начинались там они продолжают расти и как-то они не распространяются на весь лес не знаю почему но надеюсь это все еще до зимы успеется так сказать распространиться и мы сможем набрать большего количества грибов ну и это я считаю что неплохо посмотрите с моей рукой побегать пришлось знатно усталость чувствуется ну да ладно не забудьте лайкосик поставить подписаться черкнуть чего-нибудь в комментарии ну и будем на этом заканчивать увидимся в следующих видео всем пока пока